Мы спрячем Одри в холодильник, а сами примем душ. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами, друзья, играем в Человек из окна 2. Так как мы с вами уже поиграли в первую часть, я подумал, что, ну, нам обязательно нужно пройти и вторую. Ведь это прям, наверное, прямое продолжение, а может быть это приквел. Может быть мы узнаем историю происхождения этого человека. Может быть нам удастся с ним как-то поиззаимодействовать. Или же мы просто будем опять от него прятаться. Будем играть на сложном. Итак, нажмите X, чтобы... А, пропустить. Хорошо, начинается уже игра сходу, да. Все, мы погружаемся в историю. Вон то самое окно, видимо, огромное. Как всегда, мы наблюдаем за жизнью различных странных животных. Мама, кролик. Привет, младший. Не такой уж он и младший, у него уже бородка козлиная. Эй, ма. Все в порядке? Да, я в порядке. У меня есть пару минут перед тем, как мой перерыв закончится. Поэтому я подумал, дай-ка я позвоню тебе, чтобы проверить, как ты. О, спасибо, дорогой. Мы тут оба в порядке. У меня тут пару долларов осталось в сумочке, поэтому мы заказали еду. Скоро уже доставят, я надеюсь. Отлично, отлично. Ну, наслаждайтесь там. Мне, пожалуй, пора идти и заняться работой, окей? У нас тут полно разных коробок, которые нужно двигать, перетаскивать. Поэтому сегодня вечером моя смена за штукой. Управлять, я не знаю, как называется. Форклифт. Подъемник. Передавай, малютки, привет. Хорошо? Я передам. Спасибо, Маа. Поговорим позже. Окей. Интересно, этот парень, который сейчас с ней говорил, будет какой-то вообще роль играть в этой игре или нет? О, Адри? А, вот она здесь. Да, бабуль. Твой папа говорит привет. Передает привет. Он еще на работе? Да. Он позвонил во время перерыва своего. Так, ты закончила свои уроки или нет? Да, закончила. Отлично. Вот что, вот, вот это молодец. Доставка еды. Это точно не человек из окна. А вот это и еда. Пришла, кажется. Я пойду открою. А там. А там. Никого. Это бесконтактная доставка. Они под дверью просто ставили. А? Я уверен, что я слышал, как кто-то стучал. А ты слышала, Адри? Ага. А-а-а. О, боже мой. Ну и началось опять. О, Адри, он вернулся. Этот чувак, который эти игры разрабатывает, он просто мастер делать совершенно идиотские завязки сюжета и вводить персонажей, которые вообще не в кассу. Человек? Ага. Он очень бесит. И не говори, милочка. Я не хочу, конечно же, опускаться до неприятных и похабанных английских слов. Как обычно бабушка любит говорить. Но он задолбал. Но мы возьмем, возьмем, естественно, эту чертову книгу. Зачем? Так, нам нужно будет пройти через всю эту книгу, но ты, короче, знаешь, как это все делается. Сейчас быстро это сделаем и он просто уйдет. Это, походу, у них обычный понедельник. Так, пожалуйста, будь внимательна с этой книжкой, О, Адри. Мы с твоим папой не всегда будем рядом с тобой, поэтому тебе нужно научиться, как делать это самой. Я понимаю, бабуль. Я думаю. Итак, время пройдет, времена года меняются. Мы знаем, что все вокруг меняется. Я попытаюсь в рифму, но если не получится, то не злитесь на меня. Но все равно человек продолжает свою ужасную, сумасшедшую игру. Лишь малейшая просьба, вот все, чего он хочет. В его бесконечных блужданий по темным улицам, которые, которые он обходит. Лишь ночь наступает, он рыскает всюду. Ты подальше держись, или судьба твоя не завидна. Слабый стук по окну, это знак, что он рядом. И следующие пять минут используй с умом, иначе ты окажешься в большой опасности. Действуй осторожно, но действуй быстро. Ибо человек знает, что времени терять нельзя. О, все? Остальные страницы были вырваны. О, погоди, как же так? А в чем? Как же мне? Кто же мне будет подсказывать-то? Так, давайте быстренько изучим, что у нас здесь есть. Какая маленькая квартирка? А, нет, смотрите. Можно еще в эту сторону пойти. Итак, можно спрятаться под кровать. Можно спрятаться под другую кровать. Записка? Что? Это книжка? Из книжки это? Ну-ка. Вот еще немножечко страниц осталось. Нужно их всех найти обязательно. Так, так, так. Страница номер два. Каким образом они оказались здесь? Это волшебная книга. Это точно волшебная книга. Так, хорошо, нам нужно быстро собрать, чтобы понимать, что делать. Офигеть, купальня. Максимально дискомфортная. И еще две комнаты здесь. Хорошо, страница есть, страница есть. Это, короче, хорошо, когда у тебя есть реальная ванная, а не это корыто, которое там стоит. Так, все, мы нашли все страницы. Надо быстренько их прочитать, пока еще стук не раздался. Так, еще остались? О, боже мой. Открывай. Ага. И еще. Да сколько их тут? Холодильник. В коробках. Так, это наш шкафчик кухонный. И тут ничего нет. Может быть здесь? Вот страницы. Прям в коридоре. То есть мы можем выйти на лестничную клетку? Может быть, еще ниже можно пойти? О, боже мой. Окей, здесь, кажется, все, тупик. И вот здесь тупик, все. Мы больше... Он здесь. У нас пять минут. А что я хожу? Можно же спринтить. Так, погодите, назад, 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 назад. Смотрим. Человек будет бдительный. Его надежды не будут разрушены сегодня. Его следующий путь будет такой. Значит, он пойдет в шкаф, где одежда стирается. Ай, просто где одежда стирается. В ванную, то бишь. Найти себе друга он очень желает. Я понял. Хорошо. И следующее. Он посмотрит под зеркалом. Где стирается вещи? Под зеркалом. В своих поисках человек никогда не скучает. После он посмотрит там, где еда хранится. Хорошо. Еда. Значит, на кухне, видимо. В холодильнике. В холодильнике он посмотрит. Несмотря на одиночество, человек не плачет. Дальше он посмотрит там, где ты спишь. Почему-то все прекратилось. Эмбиент прекратился. А время что, идет пока я читаю? Бо! Он пошел. Какого фига? Он просто сейчас нас убьет. Ладно, проходи, человек. Опа! Нифига, он побежал быстро. Нифига, он быстро побежал. И мы здесь. Ай. Вы думали, что это так быстро? И человек нашел своего друга. Мать забрал. Ну, хоть... Точнее, бабку забрал. Но хоть не... Не кроличонка маленького. Как ее забыл, как ее зовут? Опа! Эй, ма! А почему дверь-то открыта? Что за фигня? Мама? Одри? Одри, что произошло? И где твоя бабушка? Одри, перестань. Поговори со мной. Это был... Вот так вот быстро мы заспидранили на первую концовку. Теперь надо по-нормальному поиграть. И, конечно же, каждый раз страница в разных местах. Даже подсказки меняются. Значит, он будет смотреть там, где нестиранная одежда хранится. Потом он будет смотреть, где одежда стирается. Потом, где ты спишь. И там, где ты принимаешь ванну. В пустой комнате дальше он будет смотреть. Потом под лестницей... Под зеркалом. А потом, где холодильник. Боже мой, мне надо записывать. Есть! У нас есть список. Итак, первым делом он будет искать, где одежда не стирана. Это получается вот здесь, вот в этой корзинке. После он будет смотреть, где мы спим. Вот тут вот. Или где я сплю. Ладно. Вот здесь надо Одри спрятать. Так. Кто-то может здесь спрятаться. Одри. Иди сюда. Да, бабуль. За мной. Окей. Так. Спрятать Одри здесь. Сокройся. Нет. Хочешь, чтобы я вышла, бабуль? Нет. Нет, хорошо, ладно. Оставайся. Ладно, оставайся. Я-я-я-я. Я не смогу под раковину спрятаться. Но, может быть, Одри? Погодите. Давайте Одри вытащим. Да, выходи. Выходи. Да, выходи. Спрятать Одри под раковину. Отлично. А мы сами спрячемся вот тут вот. Все остальное мы должны максимально быстро закрыть. Закрыть. Нет. Нет. Да нет. Да заткнись. Не прятаться здесь. Так нажмешь, куда не надо. Все. Сюда не прячемся. Здесь стираются вещи, поэтому он там тоже будет смотреть. Как-то мы можем заблокировать дверь? О! Это, 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 наверное, важно. Он пока еще не издал звуков. Стоп. Я же не слышал, как он пришел. Он же даже не стучал в окно. Или стучал. Хорошо. В 8 часов человек подошел к двери. Блин, ну все. Я проиграл. И несмотря на то, что у него было всего 5 минут, он решил все свои цели сегодня достичь. Этот человек был готов в этот раз. Оп. Помчался. Так хорошо все шло. Так хорошо все шло. И здрасте. Два раза он уже бабку схватил. Как-то неприятно. Я не понимаю, я же не слышал. Я не слышал, как он стучался в окно. Этого не было. И что, у нас записок не будет больше? Все? Раз записка, два записка. Нет, стоп, стоп, стоп. Нужна мне раковина. И, судя по всему, еще будут записки аж тут, в коридоре. О, блин. Я пока еще не понял, как можно задержать его. Давайте записывать. Я нашел все страницы. Сначала холодильник. Потом телек. Потом, где вещи хранят. Нечистые вещи. Потом, где коробки. Это на кухне получается. Потом, раковина на кухне получается. Где вещи стираются. Пустая комната. И спальня. Но, я не понимаю, чья спальня имеется в виду. Значит, в холодильнике, телек, вещи хранятся. Раковина на кухне, где стирка. Пустая комната. Вот здесь нельзя опрятать. Здесь тоже, получается, нельзя опрятать. Следуй за мной, Одри. В диван ее, к сожалению, не зашить. Ну-ка, давайте Одри спрячем под раковину. А сами, наверное, вот здесь спрячемся. Он тут не будет смотреть. Обязательно закроем жалюзи. Все, эмбиенс прекратился. Я думаю, пора прятаться. Э, хорошая ванная. Я могу тут спрятаться. Давайте спрячемся. Все. Человек сейчас придет. Вот он. Было ровно 8 часов вечера, когда человек подошел к двери. О, боже мой. У него было всего 5 минут, но он был решителен. Человек был готов в этот раз. Ага. Ха-ха-ха-ха. Открывай. Ух, вломился. Да, сразу пошел к холодильнику. Человек посмотрел в холодильник. Но ничего не нашел. Человек посмотрел по телек. Но ничего не нашел. Человек посмотрел в корзинку. Но ничего не нашел. Дальше он. Что там будет? Где коробки хранятся, да? Такой. Ага. Посмотрел в шкафчик. Ага. А тут никого нету. Лоханулся. А потом он посмотрел под раковину и такой. Ну стоп, улов я здесь найду. А тут никого нет. Потому что мы умны. Ничего не нашел. Дальше он пойдет в пуст... А, стоп. Посмотрит, где вещи стираются. Но его шмотки никто не стирал. Ничего не дошел. И последняя это дверь. Которая пустую комнату ведет. Но ничего не нашел. Ну я, короче... А, последняя спальня. Посмотрел под кровать. Но ничего не нашел. Время было 8.03. У него еще было предостаточно времени. И у человека не осталось... Не осталось мест, где искать. Поэтому так же быстро, как он пришел, он ушел. Все? Фух. Да, вот... Вот он и свалил. Думает, он вот так вот может спокойно взять и связаться с бабулей и мной. Нетушки. Нетушки. Потому что я... Тук-тук. Не важно. Здоров, мадам! Это мистер Вермандер. Из другой игры. У меня для вас заказ... Для мисс Дайе... Дайн? Мисс Дайн. Короче, Вермандер теперь... Он, поскольку уже лишился своего наследства вот в этой игре. Как там? Проклятие Вермандера. Вы тоже можете посмотреть. Я играл в нее. Теперь он вот занимается доставкой еды. Это я! Наконец-то! Я умираю с голоду. Давайте поедим. А этот чувак пришел. И сел. Не здрасте, не сказал никому. А, вот. О, привет, ма. А ты что-то поздно не спишь. Ага. Я ждала тебя, чтобы сказать тебе кое о чем. А, да. Че такое? Человек приходил сегодня. О, нет. Одри в порядке? Не волнуйся, милый. Она в порядке. Но я хотела тебе сказать, что она прекрасно справилась с этим. Ну, учитывая обстоятельства. Я думаю, скоро она будет готова сама столкнуться с человеком. Вот моя умница. Она еще тот пряник. Вот так-то. Она прям вся в бабулю, знаешь ли. Это правда. Спасибо, милый. Теперь, когда я тебе об этом рассказала, пойду-ка я спать. Спокойной ночи, младший. Спокойной ночи, ма. Увидимся утром. Прекрасная, опять же, как всегда диалоги. Вот это вот такое сопереживание персонажем начинается. Это искусство, на самом деле, писать такие смешные сюжеты, диалоги. Настолько непосредственные, столько идиотские. Знаете, и вообще ничего не впечатляет этих людей. Это все в порядке вещей. Но погодите, есть еще секретная концовка в этой игре. Мы спрячем Одри в холодильник, а сами примем душ. Восемь часов подошел человек. Он открыл дверь и был готов искать себе нового друга. Давай. Как Соник ускорился. Видите? Эти шторки, жалюзи были открыты. И он знал точно, где смотреть. Он посмотрел в холодильнике. Ну что, маленькая девчонка. И, наконец, нашел себе нового друга. Да, но это не секретная концовка. Это просто я хочу посмотреть, что будет, если пропадет Одри. Было ровно полночь, когда Джуниор получил неожиданный звонок из дома. На другом конце провода были слышны очень странные искаженные шумы. И через пару мгновений кто-то положил трубку. Хорошо понимая, что что-то произошло, Джуниор поспешил домой. Что же он нашел, когда вернулся? Только время подскажет. Что? Нам даже не покажут его реакцию? Вот. Вот оно как. Это очень загадочно, на самом деле. Это гораздо загадочнее, чем... Что-либо. Эта игра подслилась немножечко по сравнению с первой. Потому что не было, знаете, каких-то способов как-то замедлить человека. Потому что в той части, как вы помните, там... Все не так просто было. Не просто нужно было где-то спрятаться. Надо еще и было как-то его замедлить. Это был дополнительный челлендж. Здесь его, конечно же, не было. Соответственно, все максимально просто. Сложность была только в том, чтобы быстро перевести текст. И понять, что нужно делать. В общем, в любом случае, это вот такой стиль у разработчика. Своеобразный. Ни на что не похожий. И этим он и ценен, мне кажется. Ну, а мы на этом закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Увидимся, Дук. Очень скоро, я Дук. Вообще, прям вот. Возможно, прямо сейчас. Возможно, вы прямо сейчас меня видите. Вы уже увиделись.